ну вот мы приехали в колод свинку сейчас полезем туда ну шо ж мы идем какие каменные своды красота вот так вот фонарик на голову надо надевать ботыльки капельках которые не вышли за вот такая вот порода красненькая а это вот кальцит просочился и так светится и сейчас вот тупиковый штрак а вот это кальцит видимо он просочился соответственно из породы чуть-чуть и вот так отложился таким петлом белым а это вот мрамор видимо да смотри да это мрамор жила мрамора видишь вниз уходит мраморная жила а это железная руда ты права вот отсюда добывают железо я видела на нее можете взять кусочек на память вон тут валяется пирога или как обычный камень тяжелый ну как обычный камень не сильно отличается вот это мраморная жила вон какой-то песок непонятный видишь вот мы в недрах земли да такая порода черненькая да тут вот видно что какие-то руда по-моему уголь вообще каменные не сложно сказать а это мотыльки крылышки от них оставшиеся называется штольня да это называется штольня мы сейчас идем по штольне а тут скорее кирками в те времена еще отбойных молотков не было вот такие штуки смотри какой вид видишь там свет вот можно выключить фонарик выключи фонарик выключи фонарик видишь вот эти подпорки деревянные вот они держат чтобы не обвалилось ничего вот это вот крепи называются видишь вот их нам лучше не задевать вот она руда вот она железная руда а вот это надо взять оно и тяжелое смотрится классно вот тоже на сувениры можешь взять о смотри как блестит прям как золотишко смотри какие красивые какие дряжашки какие дряжашки видишь плесень выросла такая да это даже грибы а не плесень а это смола да такими капельками застыла видимо смола красиво смотрится вот красиво смотрится вот красиво смотрится о еще мраборная жила еще мраборная жила а вот подземное озеро встреча это земное озеро видишь а он крик какая красота да этом рыбал но все с так ниски не а это что на что они в это в они в со не так ух тебе полетела ох ох он летает видишь он летает туда полетела вот кольцик уже изучал мышка в тупикому штреке как в прошлый раз она тут была интересные существа фигурится пытается найти звук такие вот они ледучие мышки красота учусь я не боится ничего не боится обалдеть наконец-то заснял круглым планом летела все аккуратно к тебе летучая мышь планом снял да такая ушастая так иди обратно все рука мой дик люди встают лагерем а так это выглядит здесь красота ну вот мы выходим из штоленку от серьги вот так вот это выглядит камни этот вот провала снаружи столь не вот они провалились внутрь туда такие вот дела о какая красота все что провалилась под землю понимаешь да вот это все то что мы видели вот особь такая которая наискосок вот она здесь отсела отсюда вот мы сейчас идем получается по столу шахту здесь был еще какой-то вход проход данном полностью видимо завалится и такая села земля туда мы мышли только там понимаешь да то есть вот это какая-то еще шахта которую мы не видели вот энди шахты такие находят и пытается раскапывать и смотреть что там какие ходы остались какие нет она упала из-за провала то что вижу земля ушла под землю туда обвалилась внутрь шахт она упала в результате росла 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 проломила землю видимо своим весом и вот еще одна шахта она малейка тут не страшно вот такие лягушки ну вот на том месте где был лицейный завод сделан парк туму озерия и вход туда типа платный вот слагбаум и все такое ну мы как-то пошли бесплатно в общем оставили машину слагбаум и пошли то все 500 метров парк туму озерский рудный полпу озерный индустриальный проект дома романовых вот так вот лиматитовую руби вот так вот основная воздуха дурная машина двойного действия с компаундом и конденсатором немецкой фирмы 120 лошадиных сил круто наверно по тем временам и динамовую машину 105 вольт и 3 паровых насоса короче это машинный корпус здесь стояли агрегаты которые позволяли управлять да большие стены такие толстенные болты что-то вот тут стояла крепкая установленная какая толщина стен водяной бассейн с машинным корпусом находился бассейн для воды для паровых машин в общем вода использовалась но мог использоваться и как пожарный водоем вода из реки полоса находилась водонапорная башня в сорок первом ее взорвали да но монументальненько так монументальненько шутки мисс кирпича с камнями да интересно строили тогда кирпичи да и камни интересно рельсы остались прохода подвал какой-то вход вот этот бассейн для воды для паровых машин и как пожарный водоем мог использоваться направляться из реки кола с водой до строение большую котельный корпус 50 лошадиных сил котлы обеспечивали работу агрегатов машинного корпуса в общем вот так вот вот здесь как-то было котельного стало быть воздуховую и дымовая труба и где же она газов из дом дымовую трубу высотой 60 метров до взорвали сорок первом да вот это конечно строили монументальные такие сооружения это железки вот добра добра теперь в стенах растут сыроежки я бы собрала вот такие вот да да мне кажется впечатляет вот это вот переплетение каменной кладки с кирпичом очень стены красивые да интересно сделано необычно ух ты вау да вот это смотрится вот это уже смотрится стройка малышевской домны 1200 пудов чугуна в сутки местное значение а ладонна так и не была установлена а вот на этом видео держались воротики какие-то ничего такая петелька да круто да толщина стен вообще конечно эпичная несостоявшийся гигант талмазерский чугун половине завод акционерное общество сталь начали строить в сентябре на 1896 года великий князь Петр Николаевич коммерческий банк в общем гематитовые рудники да взятые были взяты в аренду крестьян до 1991 года за 1200 рублей в год первую плавку начали на 1899 году но конструкция большой домна оказалась неудачной и пришлось полностью перестроить коричный завод работал только в 1900 году последний чугун выполнен в 1902 году за время действия предприятия было получено всего 8300 тонн руды чугуна вскоре за долги завод был продан в 1929 году Карельское правительство решило восстановить завод однако советский проект не был реализован короче это был большой распил тех времен вот что могу сказать кто-то тут очень хорошие деньги попилил красота тут прямо кладку обновили как будто вот как кирпичи стоят вот эпично смотри вот такой рядок забавно остатки деревянных рам от окон вот интересненько вот такие воздушки растут в небесах это механическая мастерская просто создали так как не было ничего рядом в свои механические мастерские здесь ремонтировался баллуда изготавливалась необходимая оснастка такая короче тут все починяли и делали вот такие вот фотографии основатели рабочие вот такой вот вид так должно было это выглядеть вернее так оно выглядело прямая машина вот такой вот план всей этой гениальной территории Европейским Союзом, Финляндской Республикой, Российской Федерации ну в общем закончили осмотр Тулму Озерьги в принципе больше тут делать нечего так посмотреть можно у них все деньги я не знаю по-моему делать нечего вот такие дела идем обратно грибочки то пошли вот это я понимаю белый такие дела красота круто все таки есть они и в Южной Карелии тоже круть